Снова приветствую вас на своем канале. У нас с вами вторая часть поездки по весенней Москве. Предыдущая серия будет приложена в правом верхнем углу. Тем, кто не успел ее посмотреть, прилагаю. Также будет в закрепленном комментарии. Если вы смотрите этот сюжет, вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылке. Там у нас будет Тверская улица, движение в сторону Кремля, Охотный ряд, Лубянка, Китайгородский проезд, набережная Кремлевская, Фрунзенская набережная, которая у нас позади, ну и так далее. Здесь у нас движение с вами происходит по Хамонческому валу. Мы движемся с вами в сторону Новодевичей, набережной. Параллельно нашему движению проходит МЦК, Московское центральное кольцо, которое не так давно перешла у нас в пассажирское русло, пассажирское ветку и, собственно говоря, разгружает пассажиропоток в городе. Вот вы видите по левую руку станция Лужники МЦК, ну а с правой стороны у нас есть станция метро Спортивная, ну и чуть глубже станция метро Фрунзенская. Иногда вы спрашиваете о том, чтобы я это называл, чтобы можно было понять, как сюда добраться и на каком транспорте. Есть остановки, есть МЦК, есть станции метро. Так что добраться сюда можно разным транспортом, ну и не заблудиться, конечно. Ну а вся территория, которая относительно нашего движения по левую руку, она принадлежит спорткомплексу Лужники. Огромное количество разных спортивных объектов находится на нем, есть где побегать, есть где позаниматься спортом. Вход на территорию свободный, но во время всяких разных мероприятий спортивных, конечно же, перекрывается вход по билетам. Итак, с правой стороны у нас Новодевичий монастырь, а с левой стороны башенные краны, которые возводят новые спортивные объекты. Напомню, что там целый город. Мы туда на автомобиле практически не попадаем, потому как уходим на Новодевичью набережную, здесь Пухомолнического вала. Ну а сам пешеходный проход, он открыт, на канале есть прогулка, я ее добавлю в правом верхнем углу, сделаю ссылочку туда и перейдя по ней, вы сможете посмотреть, что там происходит. Речное сообщение, она как раз огибает, все это дело, весь спорткомплекс Лужники. Ну и выходит вот здесь, на Новодевичью набережную, с правой стороны парк Новодевичьи пруды. Прекрасное место, здорово здесь можно провести время, романтическое очень, и в зимнее время, и в вечернее подсветка соответствующая, ну самого Новодевичьего монастыря. Очень-очень классно. Я все ссылки прикладывать не буду, но есть здесь и вокруг, есть и внутри. Я думаю, что вы найдете, будет общая ссылка на все мои сюжеты. Если вас что-то заинтересовало во время движения, то можно спокойно найти сюжеты. Мы более подробно с вами там пешочком гуляли, рассматривали, делали какие-то зарисовки в разное время суток, в разное время года, в том числе и на подробно. Это место можно на моем канале. Скопилось уже очень много разных сюжетов. Уходим мы с вами на Савинскую набережную, но Бережковская набережная, переходящая в набережную Тарас-Шевченко, у нас с противоположной стороны ТЭЦ трубы. Многие спрашивают, что это такое. Вот, ну и город не дремит, как я уже говорил, то есть не только в плане уборки. Здесь тоже мы видим уборочную технику городских служб, поливают, подметают, убирают, ну и также обновляется Москва. На смену стареньким домам приходят новые и были некоторые сюжеты, которые мы с вами здесь записывали и во время движения, как в ту сторону, так и в обратную, с противоположной стороны, с моста Богдана-Хмельницкого, который уже здесь на горизонте стеклянный появился. И вот с правой стороны в предыдущих наших сюжетах были зачехлены практически все вот эти современные новое строение. Вот они в таком виде. Остается только напоминание внизу, где-то там еще благоустраивают территории, вот торчат краны, где-то вот висят еще леса, они убраны, закрыта часть зданий, но общее впечатление того, что здесь будет и как это обновляется, у вас есть. Более того, скажу, что эти новые современные здания ничуть не хуже, чем вот эти мощные корабли сталинские, которые вот у нас впереди относительно нашего движения и, собственно говоря, ничем не уступают и по площадям пожилым, и по нежилым, и по качеству строения. По левую руку вдоль движения вы видите и на велосипедах, и на самокатах, и бегом перемещаются люди в теплое время года. Находятся здесь, здесь очень здорово можно погулять, все в подсветке, ходят прекрасные, красивые, нарядные суда, установленные скамейки, лавки, ужиночки, все это есть. Ну и, конечно же, виды, виды, виды. Добрались мы до моста Богдана, Хмельницкого, по которому мы с вами тоже ходили. Он тоже находится на реставрации, внутри обновляется, меняют эскалаторы в нем, ну и внешний вид тоже в приемлемом состоянии. Впереди появился у нас на горизонте Бородинский мост, если мы уйдем здесь чуть правее, относительно вот этого вот смотровой, который выводит нас на виды Киевского вокзала, на площадь Европы, на гостиницу Украины, на европейский торговый центр. Вся та сторона, она мигает, сверкает и блестит. Вот это можно посмотреть отсюда и со смотровой. Значит, Бородинский мост у нас уходит в правую сторону, в сторону Садового кольца, но у нас примерно параллельно относительно нашего движения впереди появился Смоленский метром мост, по которому ходят составы. Ну и чуть дальше на горизонте появляется Новоарбатский мост, который, собственно, по своему названию объясняет, куда он выводит. Если мы по Новоарбатскому мосту уйдем в правую сторону, то мы попадем, естественно, на станцию Арбат, на Осам. Новый Арбат параллельно проходит старый, ну и выводит нас, если мы до конца проедем, то к стенам Кремля со стороны Александровского сада. Проще говоря, если на машине поехать, то в районе памятника князю Владимиру. Ну и виды Дом правительства. По левую руку по Арбатскому мосту мы уйдем в сторону Кутузовского проспекта. Ну и вот такие вот развязки, уходящие в правую сторону, в сторону центра, либо в сторону третьего транспортного кольца, а по левую руку нам доступны. Задавали мне вопросы по поводу того, где находится Moscow City, центр это или нет. Ну, как вам сказать, это не совсем центр, потому что самый центр у нас получается в районе Садового кольца, ну а Moscow City она приближена к третьему транспортному кольцу. Мы его сейчас посмотрим, потому что едем в сторону как раз комплекса Moscow City. Ну и рядышком будет проходить третье транспортное кольцо, и у вас, в принципе, появится этот ориентир. Всегда можно уйти вправо, углубиться в центр, но этого мы с вами не делаем. Мы могли бы, конечно же, проехать, делать такую петлю и по третьему транспортному кольцу, но ради общей картины и понимания того, что происходит, как обновляется, отмывается, чистится город, ну, конечно же, здесь. Здесь прекрасное место для прогулок, для отдыха, виды потрясающие, особенно в вечернее время суток, что в сторону Moscow City, что в противоположную сторону, международный центр, парк за ним, ну и с противоположной стороны комплекс Рэдисон, гостиница Украина. Все, конечно, сверкает и добавляют огни проходящие речные суда. Милое дело здесь походить. Бывает просто хочется опереться на перила и побыть здесь, и подышать воздухом, ну, просто, просто поднаходиться. Итак, ну, скажем так, параллельно в движении я вижу, конечно же, изменения и вокруг этих всех зданий, где-то добавляются парковки, какие-то обновляются, благоустраиваются подъезды, но обо всем этом, конечно же, за время движения не получается уследить, поэтому вкратце говорю. Остановки, речное сообщение, городской транспорт, подземный, в районе Moscow City вообще очень много всяких выходов. Это станция и международная, и деловой центр, и выставочная, и деловой центр на третьем транспортном кольце располагается. Это МЦК, к которому тоже от ложняков можно добраться. Ну и обратите внимание, обновление три новых башни, вот уже так сильно подросли. Экспо-центр у нас с правой стороны, ну и виды, виды, виды на Moscow City. Добавляются новые башни, идет стройка. Можно сказать, что мы делали с вами много разных сюжетов, но они не полные, приходится вот опять обновлять. Мост Багратион с противоположной стороны, прекрасные парковочные места, очень много там собирается молодежи, но и виды, потрясающие на сам комплекс, особенно в вечернее время. Что-то достраивается, обратите внимание, здесь появились краны, будут здесь возведены новые строения с противоположной стороны, за третьим транспортным кольцом, который у нас на горизонте, достраиваются тоже башни. Уже не стоят башенные краны, значит, они уже проходят какую-то внутреннюю отделку. В ночи там уже работают, часть офисов светится. Ну и обращу внимание, позади моста есть на горизонте башни, появляются новые жилые сектора, комплексы. И здесь обратите внимание тоже, сколько их уже выросло за самое короткое время. Все компактно, используются площади под эстакадой. Вот так вот выглядит третье транспортное кольцо. И когда мы по нему движемся, то мы не видим, как эстакада опускается, поднимается. Вот здесь вот примерно это понятно. Станция выглядит вот так. Ну и обратите внимание, эстакада вверх-вниз, вверх-вниз, все время вот плавает. Вот так вот практически все, третье транспортное кольцо, за исключением некоторых участков, проходит бессветофорно по кругу. Круг с правой стороны комплексы. Ну и уходим мы, как я и говорил в предыдущем сюжете, на третье транспортное кольцо для общего понимания. Обратите внимание еще раз на жилые сектора, которые не стоят, а возводятся. Все это подключается, светится. Многие говорили о том, что как-то у вас не видно света в окнах. И здесь, поверьте мне, этого просто предостаточно, особенно в это время. Вот. Еще раз хочу обратить внимание на эстакады. Посмотрите, какие развязки сложные. Также под нами проходит трасса, то есть многоуровневые. Поднимаемся, практически этого незаметно, но на самом деле уже выровнялись на ту же самую высоту. И третье транспортное кольцо с дополнительными развязками. Щиты шумовые, как я и говорил во многих других сюжетах, они будут отмываться. Ну и вот они потоки, плотные потоки третьего транспортного кольца. Но обычно такое движение происходит в том случае, когда либо что-то случается, либо какие-то пиковые нагрузки, как я уже говорил в предыдущем сюжете. Это у нас субботний день. Субботний день для горожан, гостей столицы, он такой шопинговый. Именно в субботу люди стараются куда-то попасть, какие-то сделать хозяйственные шопинговые, скажем так, свои задачи. Поэтому, да, плотненький поток есть. Ну и также он зависит, несмотря от того, что широкая полоса и в ту сторону, и в эту. Люди пытаются в это время, ну и как-то добраться до основных трасс, которые выходят за пределы города. Поэтому бывают вот такие некие нагрузки, часы нагрузок. Не всегда получается так, что можно добраться до нужного вам места вовремя. На это, получается, у нас уходит чуть меньше часа. В основном, если из точки А в точку В по городу рассчитывать, то минимум надо закладывать час. Вот. И далее все зависит от плотности потока транспорта, ну и от ситуации на дороге. Еще раз хочу обратить внимание на чистоту города после снежного, такого зимнего периода. Отмывается, сбивается потихонечку. Даже вот с левой стороны отбойник прошли щетки специальные, так сказать, ободрали отбойник. Сбивается пыль к краю, ну и потом проходит специальная техника, которая собирает эту всю грязь. Но, как я уже говорил, что для того, чтобы дойти до тщательнейшего состояния, еще пройдет большое количество разной техники, разных колонн, людей, чтобы привести это в порядок. Где-то что-то обновят, покрасят, где-то нужное заменят. Но примерно вот при таком потоке, даже сегодняшний тот результат, который мы видим, достаточно неплох. В городе также будет и акция «Чистый автомобиль». Придем мы к этому и посмотрим на автомобили, которые будут у нас в приемлемом виде. Потому что бывает люди заходят, что у вас так все грязно, все грязные машины там и так далее. Да-да-да. И к этому мы тоже придем. Новые жилые строения, высокие, современные выглядят вот так, дополняют их развязки. Ну и вот тем, кто когда-то говорил о том, что мы бы хотели бы с вами посидеть в пробке, я вас приглашаю. Вот впереди плотный поток. Давайте в двух словах объясню, почему он здесь происходит. В основном, вот большое количество людей здесь скапливается в сторону, выходят автомобили Ленинградского шоссе. И так получается, что для того, чтобы выйти на Ленинградское шоссе, нужно проехать под Астакадой. Ну и сделать такую характерную бабочку для того, чтобы на нее уйти. В основном все эти потоки идут, ну не то, что в область, а не то, что в центр, а наоборот, да. В области, я хотел сказать, вот смотрите, с правой стороны тоже идут потоки. Поэтому люди движутся и в сторону Ленинградского шоссе, там проходит много улиц, много районов. В дополнение за Московской кольцевой автомобильной дорогой у нас происходит движение в сторону Химок, это густонаселенный район. Ну и далее там уходит Новоподресково, уходит Зеленоград, трасса, ну и так далее, так далее. То есть большое количество людей работает здесь, на территории города. Поэтому получается так, что поток автомобилей высокий здесь. И вот мы попадаем в такой, ну для меня во всяком случае, незначительный затор. И, как вы видите, он потихонечку все-таки движется. Ну вот рассеется он после того, когда мы преодолеем Ленинградку, Ленинградское шоссе, и будет посвободнее. Вот он вам контраст. Обратите внимание, сразу можно понять, где, в какое время строились дома. Вот с левой стороны Сталинки. Здесь уже были современные здания, построенные где-то, ну, лет, наверное, 15 назад, может быть, 10. Вот старые дома еще при хрущевских времен, сталинских времен. Вот выглядит сейчас так. И на смену им приходят новые современные строения. Они у нас появляются уже на горизонте. У вас, в принципе, даже вот в этом пятачке будет представление о том, как это все в настоящий момент выглядит. Но хочется отметить, конечно же, и сталинское строение. Обратите внимание, ширина, высота, добротные, качественные, надежные площади, скажем так. Это и первые этажи цокольные, подофисные помещения. Ну, и, конечно же, площади жилые, просторные, высокие, свободные квартиры. Так, конечно же, строили раньше. Вот я сейчас немножко здесь спрячусь, потому что идет уборочная техника. И я очень переживаю за то, чтобы камера сохранилась. Вроде как нам удалось. И в дополнение, скажу, вот и здесь, даже на третьем транспортном кольце, плевает, плевает, плевает. Ну, формально мы проехали с вами вот по кругу, можно так сказать. Если впереди на Ленинградском шоссе уехать по правой руке, то мы приедем как раз в точку нашего старта, к Белорусскому вокзалу. В первом сюжете мы именно стартовали оттуда. И вот на протяжении такого круга нам очень много повстречалось даже в эти часы уборочной техники. И этот поток, он идет не то что днем, он и ночью не останавливается. И вот с такой интенсивностью убирается город. Даже здесь, обратите внимание, что близко располагаются светлые здания. Это говорит о том, что пыль от дорог летит, дома теряют свой цвет и как-то по-другому выглядят. Вот здесь этого даже не ощущается. Но законченный вид, как я уже сказал, будет чуть позже. Главное на этих дорогах, первое, это навигационное оборудование, система освещения и разметка. Потому что здесь это в приоритете плотный поток, много машин. И это должно быть в должном состоянии. И в принципе он поддерживается и даже когда отсутствие погоды, при осадках, при снеговых каких-то днях, скажем так, или часах, минутах. Все равно это все поддерживается городскими службами. И огромное всем спасибо за это, что начинают именно вот с основных трасс. Многим это, конечно же, не нравится, но вы представьте, если запустить эти трассы, и что у нас получится. Были тут у нас некоторые недовольства по поводу, больше всех шумели как раз водители грузового транспорта, что где, типа, уборочная техника и так далее. А причина, как потом, выяснилась в следующем, что грузовики-то как раз и создали пробки. И в последующем центр городского движения, есть у нас там отдельная служба, они вместе с сотрудниками полиции просто перекрыли. Перекрыли грузовикам въезд сюда. И не было абсолютно никаких проблем. Внутренний транспорт городской, те люди, которые работают в городе, по своей необходимости перемещаются, получили свободный доступ. Также получил свободный доступ и уборочная техника, которая вследствие бесконечных потоков грузового транспорта просто туда добраться не могла. И все стало как бы свободно. То есть получилось так, кто больше всех шумел, тот и оказался в этой ситуации не то что заложником, а как бы виноватым, можно так сказать. Потому что городские службы совместно с МЧС просто предупреждали, что ребята, не суетесь, находите объездные пути, что возникнут проблемы. Но люди у нас не слушают. Но честно скажу, что стали меняться люди, автомобилисты стали пользоваться городским транспортом в эти часы. И в принципе они сократили не только себе время, но и многим другим, в том числе и городским властям, которые занимаются службой подготовки города к тем или иным коллапсам, скажем так. Ну и в момент уборки дают возможность все-таки и городскому транспорту, который переводит людей, двигаться, свободно перемещаться. Поэтому по необходимости, если вдруг у вас такое происходит, то пользуйтесь обязательно городским транспортом и помогайте городским службам. Ну и как я сказал чуть ранее, вот они современные жилые комплексы. Обратите внимание, как они выглядят по-современному. Сплошные, да, здесь много разных всяких квартир, много жителей, подземный паркинг присутствует. Ну вот на смену с правой стороны стоящим, мне кажется, что то, что происходит по левую руку, оно намного современнее, чем то, что мы видим с правой стороны. Ну, чуть далее мы проедем, и вы это все дело увидите. Ленинградское шоссе у нас уже здесь, но с правой стороны опять башеные краны. То есть, как я и говорил в прошлом году, в позапрошлом году, когда мы записывали с вами другие сюжеты, что Москва постоянно обновляется, постоянно здесь что-то делается. Вот даже с правой стороны стеклышки, обратите внимание, блестят и сверкают. Почему так произошло? Неужели здесь никто не ездил? Неужели они были всегда в таком чистом состоянии? Нет. Вот сюда уходят деньги, вот в строительство уходят деньги, в обновление уходят деньги, в поддержку уходят деньги. Ранее такого не было, ранее просто все воровалось. И, собственно говоря, станция метро одно строилась там десятилетиями. Сегодня вы можете сравнить ту карту метро, которая, например, была при прошлом мэре и сегодняшнюю карту при нынешнем. Вот так вот практически в два раза, скажем так, она стала больше за небольшое время. Ну и сам город. Очень приятно читать от вас сообщения. Вы все сами прекрасно видите, что за таким огромным городским хозяйством следить сложно. Сложно это дело не то что развивать, а поддерживать. Одновременно это поддерживается, одновременно это убирается, обновляется, обновляется. В своих каких-то транспортных развязках, в жилом исполнении, процесс реновации начинается включаться новый. Исправляет какие-то ошибки, одновременно это все делать, конечно же, сложно. Но благодаря вот слаженным действиям опытной команды мы имеем вот то, что вы видите. Причем не только как бы наверху, не только под землей. Но и даже здесь вот обратите внимание, время года такое, оно еще серое. Ну, белые же стенки. Ну, как так получается? И вроде как поливают, и вроде как машины грязные. И должно все лететь, как вот мне многие рассказывают, вот, да ты не видел, да ты не знаешь, да ты приехал. Ну, как вот получается так, что в момент нашего движения в туннеле светлые стены. Ну, как это может быть? Обратите внимание, что все работает, все светится, лампочки работают. Да, у нас также параллельно продвигаются службы спецсигналами. Поэтому почет. Я очень рад, что многие водители с пониманием относятся ко всему. Пропускают, как-то ютятся сами, движутся к краю. Ну, дает возможности нам сюда залезть для того, чтобы вот реаниммобиль в данном случае мог пробраться. Впереди у нас больница, поэтому и позади у нас больница. Поэтому надо, надо, надо обязательно пропускать, что Красный Крест, что Православный Крест. Вот, в общем, это почет всегда. Ну, и, конечно же, и МЧС, и пожарные службы, и сотрудники, сотрудники там, ФСИН. Ну, в общем, много-много разных городских служб, которые перемещаются. И надо уважительно к ней относиться, потому что люди спешат реально на помощь. Где-то пробирается еще одно спецсредство, спецтранспорт. Вот, надо пропускать. Ну, и обратите внимание, здесь тоже новые, обновленные, жилые дома. Да, они не дешевые. Да, они стоят своих денег. Вот, потому что они реально комфортабельные, удобные. И находятся в развитой инфраструктуре в плане того, что здесь и сообщение хорошее, и метро рядышком. Поэтому, конечно же, не дешево. Ну, и указатели, обратите внимание, навигация нам подсказывает, куда здесь можно попасть. И что можно здесь увидеть. Движемся мы с вами дальше. Путь наш примерно дойдет до съезда на территорию Савеловского вокзала. Ну, заранее скажу, где-то там мы, наверное, и закончим нашу поездку. Скажу так, что и площадь Савеловского вокзала сразу затрону. Заранее долгое время восстанавливалась. Многие говорили, что очень сильно затянули с этим. Но одновременно и переходы совмещали подземную часть с новой веткой. Прокладывали саму новую ветку. И сегодня обновленная территория не то, что внизу, в виде того, что там дополнились новые станции. Но и появились переходы, появились развязки. Сейчас там ремонтируют выход и на железную дорогу. Тоже какие-то обновления. Сам вокзал прошел обновления. Парковочные места сверху. В общем, такой целый мощный транспортный узел, который, естественно, быстро не получается сделать. Прошу также относиться с пониманием. У нас есть определенные движения, которым все не нравится, которые недовольны ничем, что ничего не делается, воровывается. Обратите с левой стороны как раз внимание. Это ничего не делание. И вечно там находят какие-то сучки и задоринки, чтобы задеть городские службы, вместо того, чтобы за ним спасибо сказать. Придираются постоянно к плитке. И два-три слова скажу, что такое переложить плитку. И почему ее перекладывают часто? Потому что в городе появляются что у нас? Навигационные системы. Системы слежения. Осветительные приборы. Новые навигационные системы городского транспорта. Остановки с табло с разным. Просто разное табло. Какие-то коммуникации. Автоволокно. Интернет. Обновленные мощности разных трасс требуют. Подключают новые дома. Новые комплексы. Водосточка идет какая-то дополнительная. Разные появляются эстакады. Обратите внимание, столбы связи. Сколько здесь коммуникаций. Для того, чтобы они имели какую-то связь чисто логически. Это нужно подвести. Нужно подвести хотя бы электричество какое-то. И далее, и далее, и далее. Многое. Для того, чтобы это сделать, естественно, все учесть сразу просто невозможно. Потому что сегодня с правой стороны дом стоит. Завтра, послезавтра его будут переделывать. Как можно учесть сразу заложить это? Что-то продается. Что-то на аукционах уходит. И, естественно, это требует быстрого оперативного вмешательства. Поэтому это делают не городские службы. Городские службы обеспечивают порядок и необходимость того, чтобы это было. А вот эти застройщики, которые ведут, которым необходимо проложить туда трассу. Вот с левой стороны, например, идет строительство. Они, естественно, будут поднимать эти пешеходные зоны или дорожки для того, чтобы проложить необходимое туда. И потом они будут закрывать это все. Либо тем материалом, который там был, либо обновленным материалом, который они предоставят. Ну, а контроль за исполнением этого всего, естественно, идет на город. Поэтому получается так, что тем, кому нужно пошуметь громко, они придерутся к следующему. Что вот сюда уходит куча денег, что вбухивают там и так далее. Вот это выглядит по фактах совсем иначе. И развивается ли город, делается ли в нем что-то. На мой взгляд, даже просто в рамках вот этой дороги, вот опять впереди идет техника. Надо, конечно, спасаться, чтобы вода не попала на камеру. Ну, это тоже труд, огромный труд. И чтобы убрать хотя бы только третий транспортное кольцо, к которому мы с вами движемся, на это уходит много времени. Вот с правой стороны опять ведутся какие-то работы. Что-то прокладывается. Убираются провода от столбов под землю. Но как это можно сделать, не выров траншею, не протянув что-то? Кстати, буровые многие прокладывают без вскрытия полотна свои коммуникации инженерные. С левой стороны кинотеатр обновляется. Очень много в разных районах переделали, снесли полностью под фундамент эти строения. И возводят новые комплексы целые, обновленные. И здесь это тоже происходит. То есть детские площадки, спорткомплексы, поликлиники, библиотеки, спортивные всякие сооружения, бассейны, кинотеатры, жилые дома, торговые комплексы. Все это идет параллельно по всей территории Москвы. И, честно сказать, в таком темпе, как это движется. Сейчас ранее этого не наблюдалось. Поэтому я еще раз возвращаюсь к тому, что вроде, отвечая людям, что я проезжал уже по этим местам, многие есть сюжеты, опять повторюсь, в разное время записанные мной, но они требуют нового проезда, потому что меняется все. Жизнь не стоит в городе. Даже завтра мы здесь поедем, здесь будет как-то иначе. Здесь будут другие автомобили, здесь будут какие-то грузовики, которые что-то тащат. В данном случае мусор, какие-то аварийные службы и так далее. Вот так примерно сегодня живет Москва. Да, деловая, да, все суетливые, да, куда-то спешат. Ну, вот так вот получается, что и городские службы спешат, и мы спешим, чтобы успеть все охватить своим вниманием, что-то сделать, принести новое, поддержать, что, собственно говоря, я с удовольствием всегда делаю, отмечаю. Ну, и вот дай Бог каждому здоровью, кто это делает, кто это поддерживает, развивает, строит для того, чтобы сделать еще больше. И моя цель в этой всей истории – видеть положительные моменты, радоваться этим положительным моментам, рассказывать вам о них, и делать приятное тема, благодарить тех людей, кто это все придумал, сделал, развивает, делает и поддерживает. Вот такая у нас с вами примерно получилась очередная поездка, вторая часть. Напомню, что первая часть будет доступна в рекрепленном комментарии. Если мы здесь уйдем над эстакадой направо, то мы как раз приедем в ту точку, с которой мы начинали первый наш сюжет, это Белорусский вокзал. Ну, и уходим мы в сторону Савеловского вокзала. По левую руку он у нас под эстакадой. И будем потихонечку завершать наш сюжет. Я благодарен всем за приятные сообщения, за слова поддержки, за внимание. Ну, и благодарность тем, кто это все делает, создает, развивает, поддерживает. Ну, и я с вами не прощаюсь, я говорю вам всего лишь, ну, а пока-пока и обещаю сделать очередную зарисовку, которую мы с вами вечной раз увидимся и посмотрим, что нас будет окружать. Ну, а пока еще раз пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok